Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех участников марафона. Я вам обещал сегодня лекцию по дефицитам. Она будет не очень большой, но она будет глобальной с точки зрения понимания вообще процесса липолиза. И, ну, то есть придем мы к успеху, не придем к успеху. И она касается не только кетогенной диеты, не только кетодиеты, но в принципе касается вообще общих каких-то моментов, которые вы должны уяснить, понять и, надеюсь, что прислушаться. Потому что это очень сильно повлияет на вашу эффективную работу и со мной, и вообще, в принципе, со своим телом и в дальнейшем на всю вашу жизнь. Так вот, я не зря говорил вам про дефициты, когда мы с вами встречались. И вот сегодня у нас была такая тема, что мы с вами, допустим, да, там, я разрешаю вам не считать калорий. То есть вы кушаете столько жиров, сколько хочется, но я обратил ваше внимание на то, что мы сели, например, да, то есть перешли на кетодиету не для того, чтобы просто бесконтрольно потреблять, но другой макрос, да, не углеводы, например, а не хлеб, например, есть бесконтрольно, а есть, например, бесконтрольно сало. Нет, не для этого, потому что здесь вы должны уловить основную мысль. На жирах нам проще покрывать дефициты в витаминах, потому что в основном витамины жирорастворимые. Вот. И если вы не будете есть достаточно зелени, да, то, что мы второй день уже с вами пытаемся наладить, скажем так, питание с точки зрения, да, больше овощей, еще больше овощей, еще больше овощей. Если мы начнем получать все нужные организму нутриенты из зелени, то кето, не кето, все это будет провалено. То есть не важно, какая диета, овощи в любом случае должны присутствовать, и сейчас я постараюсь убедить вас в этом. Итак, внимание. Дефициты, которые имеет человек, в принципе, практически любой. Первый дефицит калий, да, минерал, которого человеку требуется примерно 4, ну, от 4 до 4800 миллиграмм, ну, или получается 4 грамм, да, 4, почти 5 грамм в сутки, в сутки. Вот, далее, значит, натрий, натрий тоже минерал, и калий, натрий, я о них буду говорить как в связующем элементе наших питания, наших клеточек, у калиево-натриевого насоса. Так вот, натрия требуется всего 1, порядка 1 чайной ложки соли в день. Вот, то, что люди, используя общий пит, подсаливая дополнительно, да, за счет того, что рецепторы уже угнетенные, подсаливают все, что только можно, люди потребляют много натрия, гораздо больше, чем требуется в сутки, это факт. И люди не доедают калия, потому что в основном калий содержится в траве, в овощах, да, люди не любят есть овощи. Вот, следующий момент, значит, следующий минерал, который требуется, критически важен для человека, это магний. Вот, я буду говорить про магний в связке калий, витамин В1 и магний, чуть позже. Вот, магний требуется всем по-разному, то есть, потребность в магнии, ну, естественно, вы можете загуглить, сколько требуется там взрослому человеку, ребенку, женщине, мужчине. Вот, но она очень сильно варьируется в зависимости от нагрузки, в зависимости от рода деятельности, профессионально сидячей, даже не сидячей и так далее. Вот, поэтому точную цифру я вам просто не скажу, но магний важен, и я впоследствии объясню, как понимать, что мы его там не доедаем или, наоборот, переедаем. Вот, далее, витамин Д, просто хронический недостаток витамина Д у населения, омега-3, ну, так как мы едим мало морепродуктов и мало рыбной продукции, и, в принципе, люди боятся жиров. Боятся жиров с той точки зрения, что нас пугают, ну, или пугали, нам говорили, что если ты ешь много жиров, то, соответственно, у тебя будут плохие сосуды, у тебя будет плохой холестерин, у тебя закупорятся артерии, там будет плавать жир. Увы, ях, это миф, и выдумки, на самом деле, если человек ест много жира, ну, как много жира, достаточно, да, не много, просто много, а достаточно жиров. Но для своего, скажем, телосложения, для рода деятельности, опять же, для активных физических нагрузок или неактивных, пассивных, то все все сосуды будет и не только окей, а будет лучше, чем если он не доедает жиров. Вот, и кальций. Про кальций я буду говорить в связке кальций, магний плюс кальций, ну, просто потому что магний без кальция практически не, ну, плохо усваивается. Не буду говорить практически не усваивается, но плохо усваивается, это факт. Вот, и давайте начнем еще раз по порядку, значит, кальций, вы наверняка не запомнили, я повторюсь, от 4 грамм до 4800 миллиграмм. Да, потребность суточная, естественно, также в зависимости от веса человека, да, но тем не менее, ну, и пол, женщина-мужчина, да, худенькая женщина чуть меньше нужна, Мощный мужик чуть больше нужна, вот, ну, соответственно, около 5 грамм калия в сутки. Так вот, где нам взять калий? Ну, в первую очередь, я повторюсь, это овощи, это зелень, вот. Вот, затем, значит, где калий можно взять, где я его брал, да, когда я понял, что у меня его недостаток, в принципе, да, то есть дефицит. Дефицит, это означает, что у тебя по умолчанию недостаток калия. То есть я могу откровенно сказать, что если вы не едите, например, килограмма-полтора зелени в день приблизительно, то у вас точно дефицит калия? Прямо точно. А полтора килограмма овощей вряд ли кто-то из вас ел. Ну, если ели, вы молодцы. Вот, где можно его взять, если не зелень? Его можно взять в аптеке, да, есть препараты, которые содержат калий, и, соответственно, они разные, я не буду говорить конкретный препарат. Вот, я неделю пользовался калий аратат, покупал, и неделю пил там 500 миллиграмм в одной таблеточке. Я пил сначала 8 таблеток, то есть 4000, да, миллиграмм 4 грамма в день, потом пил 6 таблеток. Это все в течение одной недели, потом 4 таблетки, а потом я забросил до дела. Вот, также есть калий плюс магний, калий-магниевые комплексы, да, типа аспорт. Аспартан, панангин, их много тоже, они разные есть, так и тоже я поначалу пил, наверное, недели-две, когда переходил на кето. Вообще, в принципе, вот, потребность в калии, она очень сильно остра, именно в процессе перехода. С одного типа питания на другой тип питания. В данном случае, в нашем с вами случае, с глюкозного типа питания, с углеводного на жировой тип питания, на гетоновый тип питания. Почему это важно? Потому что, повышая уровень калия в организме, мы уменьшаем голод, мы улучшаем питание клеток нашего тела. Это калиево-натриевый насос, сейчас про него расскажу подробно. Мы уменьшаем количество головных болей и качество головных болей. Мы улучшаем производительность, работоспособность, у нас больше энергии, лучше пищеварение. И, в целом, мы чувствуем себя намного-намного лучше. То есть, вам настоятельно рекомендуют повысить уровень калия. Поэтому мы кушаем овощи. Про медикаментозный путь, то есть, аптечные препараты я вам и рассказал, но это не единственный выход. Вот сейчас, допустим, уже, наверное, четвертую или пятую неделю я пью минерал. То есть, я заменил все жидкости помимо кофе, у меня есть кофе. Чай как-то я так ушел от чая, потому что он пустой, он мне не хватает от него, ну, ничего от него не получаю. Я пью кофе со сливками, либо кофе с молоком. И, соответственно, кроме кофе, у меня еще есть две бутылочки в день минералки. Перешел абсолютно интуитивно туда, то есть, захотелось минералки потом, когда я посмотрел состав. То есть, там в составе есть калий, там в составе есть натрий, там в составе есть мавний, кальций. То есть, в принципе, любая минералка богата минералами. Минералка минералами, да? Вот, но какая-то больше, какая-то меньше, да? Например, в Боржоме, которую любят пить Майжома, там содержится порядка двух миллиграмм, двух грамм, двух грамм калия на, соответственно, 100 миллилитров, да? Вот, и на бутылочку, там, когда будете читать этикетку, смотрите, там написано на 100 миллилитров. Соответственно, чтобы выпить, например, минералкой, у тебя пилы из индуки 17, там как раз, по-моему, 4000, то есть, 4 грамма на 100 миллилитров. И бутылочка вот эта вот стеклянная, она 450 миллилитров. То есть, две бутылочки, это почти литр минералки и почти 4 грамма калия. Плюс магний, натрий, кальций, то есть, все. Потребность натрия возрастает, когда мы переходим на кето-диету, потому что мы, в принципе, меньше соленого кушаем, да? Меньше такого вот обработанного, там, во фритюре, в кляре, какой-то такой выпечки, да, где много соли. Вот, поэтому потребность натрия возрастает, и, опять же, в минералке есть натрий, и это хорошо. Практически сбалансировано ты получаешь все минералы. Я бы даже, наверное, вот рекомендовал вам именно следующий выход. Не аптечные препараты, а зелень, натуральные природные источники, много зелени в день и минералка. Это было бы оптимально, с моей точки зрения, да? Ну, по крайней мере, я так рекомендую. Теперь смотрите про калиево-натриевый насос. Наши клеточки, клетки нашего тела, все абсолютно зависят от вот этого баланса, баланса этих двух минералов в нашем организме. От калия и натрия, и баланса между ними. Как я уже сказал, повальный дефицит калия, да, и профицит натрия из-за того, что люди кушают на работе, например, в кафе, да, в столовой, где, естественно, пересаливают в кафе, в ресторанах, суши, не суши, везде натрия полно. Молочку, если кушаете, там тоже очень много натрия, поэтому после молочки особенно часто вы можете заметить на утро прилив жидкости или застой жидкости. Ну, то есть, такой, как бы, водянистость, припухлость. Почему? Потому что в молочке много натрия. Вот. А калия у вас недостаток. Поэтому, когда я людей, то есть, клиентов заставляю, да, настоятельно заставляю кушать зелень, много зелени, они вдруг обнаруживают, никуда я их не перевожу, ни на какое-то питание не перевожу, просто вот зелень больше кушать, они вдруг обнаруживают, что после молочки их не заливает, то есть, они спокойно едят молочку, кайфуют, радуются, никаких вспучиваний, никаких на утро, знаете, опушек лиц или там опушек ладышек. То есть, вот и все. Банально, баланс калия и натрия. Дополнительно, баланс калия и натрия, это не только, не стоит это воспринимать только как отечность или неотечность, да, это слишком, слишком узко смотрим. Гораздо глубже надо смотреть. Калиево-натриевый насос, он приводит просто к лучшему питанию клеточек нашего тела. Болит спина, например, да, может быть причина в том, что дефицит калия повышен натрий, и, соответственно, клетки спины недостаточно питаются, там происходят застойные явления, там происходят мышечные спазмы. Достаточно просто добавить калия. Вот. Также бывает еще от магния, но это уже немножко другое. Это мышечное, это нервно-мышечное, то есть проведение нервных импульсов по мышцам, сокращение излишнее, сокращение недостаточное, дисбаланс, сокращение в теле. Это уже больше к магнию относится. Но и здесь, и здесь одинаково могут быть проблемы с болями, например, в спине, да, то есть такие вот моменты покалывания какие-то, да, то есть неприятные ощущения. Знаете, как ногу, когда отсидел, да, часто сидишь, например, сидит человек на работе, вроде удобная позиция, и все встает, а у него все отекает. Либо калий дефицит, и калий натриевый насос не работает, то есть питание плохое, либо магний. Вот такой вот момент здесь есть. Опять же, магний, он есть в минералке, он есть там с кальцием, поэтому он с кальцием лучше всего усваивается. Есть препараты аптечные, я не пил, не знаю, хотите, ну, то есть, можно, пожалуйста, да, пользоваться, не вопрос. Магний плюс кальция, они так, в принципе, такие препараты есть, продаются. В общем, калий натриевый насос – это очень важная штука. В тренировках наших с вами, да, мы будем тренироваться, и чтобы эффективнее были тренировки, нужно, чтобы калия было достаточно. Почему? Потому что наполнение мышц кровью, выведение тех же продуктов распада, сам процесс, как бы, липолиз, когда он протекает, то есть, вот этот обмен, да, внутриклеточный, очень важен калий плюс натрий, баланс, да. И чтобы этот баланс был, калия надо добавить, натрия умеренно, но, опять же, повторюсь, на кето-дейте натрий нужен, нужен. Иногда бывает, что прям, если натрия не хватает, человек чувствует потребность в чем-то соленом, просто пол ложечки соли прям в воду бахнули, размешали, выпили. Вот, теперь смотрите дальше, не буду слишком долго на этом останавливаться. Следующий момент – это вот эти две желтые стрелочки. Калий, В1 и магний, да. Вот эта связь калий, витамин В1 и магний. Наличие этих элементов в организме говорит, ну, или является фактом хорошего энергетического производства, производства энергии. Что такое липолис, по большому счету? Это расщепление жиров, жировой ткани, триглицеридов, капелек жира. Расщепление их для чего? Для того, чтобы получить энергию для жизни, для действия, для активности. И так вот, чтобы производство энергии, как процесс липолис был эффективен, организму необходимо три элемента. Это калий, а у нас его дефицит, В1, а у нас, возможно, его дефицит. Как любят говорить врачи, витамины группы В у нас дефицит. На самом деле, В1 очень легко получается из пищи. Сейчас я расскажу об этом. Что, кстати, только в группе В12 желательно добирать аптечными препаратами, потому что его трудно достать из пищи. А В1 легко достается. И магний. Да, магния тоже бывает недостаточно. Особенно, если вы делаете много кардио, да, и у вас вымывается магний, вымывается натрий, калия у вас и так нет. Прям беда. Почему иногда говорят, что кардио вредно? Отчасти за счет того, что не само по себе кардио вредно, а то, что человек, делая кардио, создает еще больше дефицит определенных элементов. Еще раз повторюсь, не будет магния, да, не будет калия, не будет В1, процесс получения энергии будет крайне идти слабо, белотекуще. И вот здесь кроется самый основной момент, есть ли у человека батарейка в заднице или ее нет. Чувствуете постоянную усталость, нехватку энергии, сил. Ищите, ищите ответ вот здесь. Либо калий, либо В1, либо магний. Калий, магний, минералка. Что касается В1, вот меня все ругают за яйца. Как ругают? Говорят, что ну как можно, каждый день есть яйца. Ребят, давайте вот так, сейчас поясним, про что говорю. В1 витамин, где содержится? Вбиваешь в телефоне, тебе выдают пшено, зерно, хлеб. Ребят, это первое, что выдают Яндекс, да, и дальше ты смотришь, читаешь, сколько этого В1 в хлебе, в овсянке, в той же, да, то есть овсянка выскакивает. Это все такие, о, в витаминную группу В надо есть овсянку. И ты смотришь, на 100 грамм овсянки, 0,3 миллиграмма В1, на 100 грамм, да, сухой овсянки. Вы представляете, что такое 100 грамм? Я знаю, я варю овсянок, ну то есть варил очень много лет. Вот, 100 грамм это такой приличный стакан, накормить всю семью можно. Так там 0,3, по всем этом сухом стакане, 0,3 миллиграмма В1. Вот, в одном желтке, в одном желтке одного яйца крупного содержится 0,2 миллиграмма. Пять яиц в день получите, что? Грамм витамина В, то есть покрывает потребность витамина В. который просто желток нечет. Овсянкой вы его не покроете, хлебом вы его не покроете, пшеном не покроете. Хотя, где, в чечевице 0,5-0,6 миллиграмм, да, соответственно, достаточно много. Но, еще, ребятушки, у нас с вами что? Мы говорили, что у нас на перекусы арахисовая паста. В арахисовой пасте даже больше, чем в чечевице, там где-то 0,7-0,8 миллиграмм на 100 грамм продукта. Витамина В1 перекусывайте арахисовой пастой. Вы будете не только чувствовать себя сытыми, да, выпив кофе с молочком, со сливками и с арахисовой пастой, но вы будете покрывать потребность организма в витамине В1 и запускать свое расщепление жиров как процесс производства энергии в максимальную силу. Поэтому витамин В1, ну, вы все умные люди, вы можете забить, где он содержится, в чем его покушать, да, берите его, доставайте его из пищи, наедайте. Калий я вам сказал, зелень, овощи, минералка, на крайняк отличные препараты. Магний сказал, натрий сказал. Дальше идем. Витамин Д. Здесь такая штука, сейчас послушайте, пожалуйста, мне внимательно, я знаю, что говорю уже долго, но чуть-чуть внимания сюда дайте. Я вам об этом обмолвился. Витамин Д, я бы никогда не подумал, что он так важен именно конкретно для жиросжигания. Смотрите, когда у нас происходит активный липолиз, активно горят жиры в процессе, в митохондриях наших, в клеточках наших мышц, производится огромное количество свободных радикалов. Это те как раз клеточки, это плохие, не клеточки, простите, это элементы, плохие элементы, которые организм обязан выводить, он обязан с ними бороться. Это нагрузка на иммунную систему, это нагрузка на лимфатическую систему, это нагрузка на защитные вообще все барьерные системы организма. Вот, и если у вас низкий уровень витамина Д, ваш организм не защищен от свободных радикалов, то есть вот от продуктов распада, да, вы знаете, что такое антиоксиданты, ну, это у всех на слуху. Поэтому антиоксидант, сильнейший антиоксидант, это витамин Д. Если вам скажут, что вы можете его получить на солнышке, я вас умоляю, даже те, кто живут на 365 дней в году, там, на Гавайях или где-то, я не знаю, на островах Гвинеи, вот, они не получают от солнца полностью витамин Д. Вот, принимайте его, пожалуйста, в таблеточках, ну, там, в аптечном виде, в любом, принимайте его, следите за ним, держите его уровень. 75-85 единиц у вас должен быть уровень витамина Д, это норма, это серединка нормы, да, выше сверхзначение, это, ну, то есть верхний потолок 150, выше уже превышение. Но, как правило, люди живут, то есть, когда люди у нас сдают среднестатистическая выборка по людям, которые сдают витамин Д, от 15, да, при том, что нижний порог 30, до 33-35, и это все уже дефицит, просто катастрофически ниже 20, это уже практически разрушение костей начинается, то есть, организм вообще не справляется с этим свободным радикалом. Поэтому витамин Д надо поднимать, надо за ним следить, надо его держать. Почему? Потому что, если у вас будет организм не защищен от свободных радикалов, он у вас не даст вам похудеть. Ваше тело, оно не настолько глупое, как вы можете себе представить, оно вам не даст себя разрушить, убить себя. И представьте себе, есть исследование, когда люди, которые быстро худели, да, они в итоге заболевали раком. Это крайний случай, естественно, и это, ну, как бы меня немножко шокировало, но и навело на мысль поизучать эту тему. И, соответственно, получается, что недостаток витамина Д, он приводит к тому, что при быстром похудении образуется огромное количество свободных радикалов. Понятно, я привел самый крайний вариант, самый крайний ужасный пример, но все остальное это тоже плохо. Знаете, там перечислялось, там отслаивалась сетчатка глаза, ну, терялось зрение, соответственно, при похудении, мышечная атрофия, там кости, терялась костная ткань, поражение кожи, поражение мягких тканей, поражение органов. Это все потому, что организм не защищен. Его защищает витамин Д, я о нем только что рассказал, и его защищает, то есть воспалительные процессы блокируют и, соответственно, позволяют бороться с воспалительными процессами очень мощно омега-3. Омега-3. Я совершал ошибку, когда покупал омега-3, 6, 9. Вы тоже наверняка могли покупать в аптеках, ну, такие комплексы, да, омега-3, 6, 9, типа, о, все омеги есть. На самом деле омега-6, она даже провоцирует воспалительные процессы, а омега-9 ее полным-полно во многих-многих-многих продуктах. Поэтому нам важно, у нас дефицит омега-3. Рыбку кушаем, ну, и, конечно, там, печень, трески, такие вот продукты, да, рыбные консервы, морепродукты, все это обязательно добавляем. Самый дешевый способ повысить, качественно повысить уровень омега-3, это, естественно, омега-3 в таблеточках. Сейчас я не пью, у меня сейчас с омега-3 все хорошо, я пью витамин D, 10 тысяч единиц каждый день, вот. А омега-3 получаю из, там, из рыбки, то есть из продуктов. Вот, кстати, с омегой-3 у людей, сидящих на кето, как я, опять же, имел возможность, да, осведомиться, с омегой-3 все хорошо. Вот с омегой-3, да. С витамином D нет, и зачастую люди не получают, то есть есть люди, которые худеют на кето, есть люди, которые не худеют на кето. Смотрите, чтобы не быть человеком, который не худеет на кето в диете, да, у вас должен быть в норме витамин D, я уже обозначил циферки, 75-85, к этим границам стремимся, единиц по референтным значениям, когда сдаете анализы, вот. Вот, у вас должно быть обязательно витамин, не витамин, минерал, кальм, обязательно должен быть, группа В1, витамин В1 из группы В, в достатке натрий, и все хорошо, с маленьким кальцием, чтобы работало производство энергии в организме. На этом лекцию закругляю, друзья мои, обязательно прослушайте все это внимательно, если надо, послушайте еще раз, отмотайте, если возникнут все-таки вопросы, вы не поняли, что такое дефициты, почему важно покрывать эти дефициты, да, почему важно есть много овощей, потому что мы покрываем дефицит витамина, опять сказал витамина, дефицит минерала калия, да, овощей. Почему важно кушать определенные продукты, например, у меня это яйца, я люблю яйца, я не потому их ем, я не запихиваю в себя, но я люблю их яйца, я поэтому легко покрываю витамин В1, и ем еще арахисую пасту, и это дополнительно покрывает витамин В1. Стал пить минералку, хорошо стало с магнием, кальцием, калием дополнительно тоже. Витамин D я принимаю, омега-3, уже сказал, в принципе, рацион не присутствует. Все, еще раз спасибо за внимание.